Конец весны и лето – самый пожароопасный сезон. Да и синоптики в этом году прогнозируют засуху, но природа природой основным виновником лесных пожаров является человек. Большинство возгораний возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, отброшенной спички, непотушенной сигареты. Кроме того, нередко лес завален бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер служит причиной последующих больших бедствий. Работники лесничества еще с февраля начали подготовку к пожароопасному сезону. Составляют планы тушения пожаров, создают мобильные группы и добровольные дружины. Устанавливают аншлаги на противопожарную тему. В лесах создают минерализованные полосы, которые являются барьерами на пути движения огня. Но самым эффективным противопожарным методом по наблюдениям специалистов является агитационная работа с населением. Видимо, эта работа, она, видимо, свои, как бы, воздействия оказывает, как вы знаете, в прошлом году в республике не было допущено, в том числе, на что не было ни одного пожара, в позапрошлом году один пожар всего. Вот видите, вот этот результат работы, что у нас пожаров нет, это результат профилактической работы, работы с населением. Все пожары у нас выходят, как бы, от человека. Поэтому поведение в лесу от каждого, поведение в лесу от каждого зависит наше сохранение наших кристов. Значит, действительно ведем в лесу меньше пожаров, меньше повреждений.